Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу о том, как люди, занимающиеся контактными видами спорта, единоборствами, боксом, владеющие ударной техникой, иногда применяют свои способности необдуманно в бытовых условиях, в общественном месте, не на ринге, что приводит к трагическим последствиям, увечиям, смерти потерпевших. Это является основанием для возбуждения уголовного дела против спортсменов. Необходимо знать, что наше тело ранимое, хрупкое, Поэтому любой невооруженный удар по нему рукой или ногой может привести к трагическим последствиям как для потерпевшего, так и неблагоприятным последствиям, правовым последствиям для человека, который наносит удар. Тем более риск причинения травмы увеличивается, если человек, который наносит этот удар, знает о своей силе, владеет соответствующими навыками, я бы даже сказал, боевыми навыками. В кинематографе герои-боевики обладают нечеловеческой силой, наносят удары, получают в ответ удары чудовищной силы и, не обращая на них внимания, продолжают выполнять задания по сценарию. Но в реальной жизни хватает одного точного, незаметного удара, чтобы человек упал, скрючившись и больше не поднялся. Нанести сильный травмирующий удар может даже обычный человек. Приведу пример. В советской армии, где процветала дедовщина, практиковалось выстраивать новобранцев в казарме и с криком «Приготовить фанеру», добиваться, чтобы они снимали верхнюю одежду, оставаясь голыми до пояса. А старослужащий проходил вдоль ряда и наносил каждому из бойцов сильный удар кулаком в грудь. Удар коварный может вызвать рефлекторную остановку сердца, когда удар случайно совпадает в миллисекунды с импульсом сердечной мышцы. Нарушается синхронное биение сердца, мгновенная аритмия и смерть. Удары в район сердца категорически запрещены. Это обычный удар. А что говорить об отработанном, отточенном ударе спортсмена? Обычный удар – это только сила самой руки или ноги. Удар спортсмена рукой или ногой идет от разворота таза с крутом. Происходит группировка мышц тела, и только в конце идет выброс руки или ноги. Регулярные тренировки развивают эту мощь. Воборот, вводятся более точные термины. Предположим, спортсмен никогда не говорит, что он ударил человека. Он говорит, что он все к нему, вырубил его, влупил его, отрубил его и так далее. Так оно и есть. Приведу пример. Старшеклассник, боксер ударил одноклассника кулаком в живот, под левое ребро. У того лопнула селезенка. Удалили. Нанесен точный удар. Приведу другой пример. Мужчина, боец ММА. Поссорился с женой, ударил ее кулаком, вроде бы не сильно, под правый бок. У женщины лопнула печень. Или такой пример. Молодой боксер-тяжеловес со всей злобы в драке ударил человека в висок. У того раскрошились кости виска, попали внутрь, разрезали мозг. Смерть наступила. Еще пример. Подростки-каратисты во дворе устроили спаинг. Один точно ударил ногой в живот другого приятеля. У того лопнул мочевой пузырь. Если удары и травмы наносятся на ринге, на тренировках или в ходе проведения официальных соревнований, то любые нанесенные травмы не являются преступлением. Спортсмены страхуют свою жизнь, здоровье, подписывают соответствующие контракты. Готовы как нокаутировать соперника, так и получить нокаут от него. То есть, последствия сознательного применения силы, какими они не были тяжкими, узаконены. И спортсмены даже за причинение смерти на ринге не привлекаются к уголовной ответственности. Исключение составляют случаи, когда нарушаются правила соревнований. Предположим, когда после гонга бой перерастает в драку. Спортсмены или спортсмен, недовольный результатом боя, начинает драться с соперником или начинает бить судью, тренера. Тогда в таких случаях его, разумеется, привлекают к уголовной ответственности. Спортсменам сложно доказать свою невиновность. Считается, что он знал, нанося удары, какие могут наступить последствия. Обычный человек может сослаться на растерянность, непонимание, как это произошло. Спортсмен всегда виноват. Виноват даже, когда не наносил удар кулаком. Приведу пример. Зная свои возможности, все равно можно не рассчитать их. И спортсмен, таким образом не рассчитав их, нанес удар не рукой, а ладошкой. Ладошкой – это удар оглушающий и по всей поверхности щеки получается и более сильный. Человек получил тяжелый нокаут. Даже не сильный удар спортсмена может быть травмирующим. Многие взрослые спортсмены, которым 35 лет и выше, избегают драк. Жизненный опыт подсказывает, что не нужно в такую заварушку вступать. Любой конфликт, как правило, заканчивается ударом, нокаутом, полицией, уголовным делом, обвинением. Это не надо им уже. Они понимают, чем это может все закончиться. Приведу пример. У меня есть знакомый спортсмен, у которого 4 судимости. Хотя он, по сути, всегда во всех ситуациях был прав. Травмы, которые получали люди, переворачивали дело и его в конечном итоге обвиняли. Поэтому нужно вообще избегать неспортивных потасовок, даже когда вы правы. Вас все равно могут посчитать виноватыми. Приведу пример. Спортсмен, кикбоксер, охранник в баре был. Выпившие посетители начали ссору, хамили. Он пытался их успокоить. Потом вспылил. И воткнули. Он ударил одного из них. В конечном итоге ударил в Троурусова. Тут упал, ударился головой о ступеньку. Получил черепно-мозговую травму. Спортсмены, соответственно, привлекли к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. На все его объяснения ему методично задавался один и тот же вопрос. Зачем вы, будучи спортсменом, избили выпившего беззащитного человека? Достаточно было его скрутить и вытащить якобы на улицу. Порой ситуацию усугубляются самим спортсменом. Даже когда поначалу он был прав. Если раньше считалось, что драка идет до падения, до первой крови, то сейчас современные единоборства, смешанные боевые искусства, грэплинг, предполагают продолжение боя на земле. Зачастую упавший человек мог бы выжить, если бы его не стали добивать. Приведу пример. Спортсмен в ярости не смог остановиться и, навалившись на жертву, сел на человека, продолжая методично наносить удары локтями, кулаком, головой, уже по лежачему человеку, и, по сути, забил его до смерти. Когда такие уголовные дела доходят до суда, никакого снисхождения нет. Все, что было до этого, забывается. Кто виновен в конфликте, кто первый нанес удар, сколько раз, куда, неважно. Лежачий человек не представляет опасности. Поэтому никакой необходимой обороны у спортсмена нет. Никакой самозащиты нет. Это прямой умысел на причинение вреда здоровью. Ну, соответственно, расценивается по наступившим тяжким последствиям. И сами спортсмены должны понимать, что на улице правил боя нет. Они могут травмировать, и их также могут травмировать всем, что под руку попадется. Надо помнить, что в процессе драки жизнь и здоровье спортсмена тоже находятся под угрозой. Приведу пример. В ходе возникшей ссоры боксер, понимая, что выпившая компания бессильно противостоять его мастерству, начал драку. Нокаутировал одного, затем сбил с ног другого. Ну, и так бы всех, как говорят, уложил спать. Но один из выпивших людей незаметно подбежал сзади и нанес ему сильный удар по голове бутылкой шимпанского. Тяжелая черепно-мозговая травма, потеря сознания. Спортсмен еще и упал, ударился головой об бордюр. Дополнительные травмы головы. Итог. Пожизненное отстранение от соревнований по состоянию здоровья. Есть такое выражение. Лучше нету каратэ, чем в кармане 2ТТ. Приведу наглядный пример. Конфликт у ресторана. Спортсмен наносит точные удары в драке по человеку. Соответственно, человек, которого бьют, понимает, что перед ним спортсмен и его не победить. Тогда он достает из кобуры оружие самообороны, пистолет и стреляет тут же на сброс в сторону головы. Попадает в глаз мгновенная смерть. Поэтому будьте всегда сдержаны. Не проявляйте хвастовство, желание продемонстрировать свои возможности перед друзьями, девушкой. Не употребляйте спиртное в незнакомой компании, где вас могут спровоцировать. Помните, что от постоянных занятий спортом, единоборствами, быстро вырабатывается уже физиологически такая излишняя вспыльчивость. Гормон хищников, как его еще называют. Порой по незначительному поводу. Надо уметь контролировать себя. Остановить себя от необдуманного рокового удара, который может перечеркнуть вашу судьбу и превратить из перспективного спортсмена в обычного уголовника. У зрителей не должно сложиться впечатлений, что единоборствами заниматься нельзя или надо избегать общения со спортсменами. Конечно, нет. Большинство спортсменов – это высокоморальные люди. Хорошие семьянины, надежные друзья. Но иногда они оказываются в конфликтных ситуациях и не всегда выходят из них победителями. Ведь победить – это не значит нокаутировать человека на улице. Победить – это значит избежать драки и тех правовых последствий, которые могут наступить после драки для самого спортсмена. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»